У меня с Липпом очень плохо. Попробуй. Интеграция твоего имени. Что за секта у нас? За мандас. Ох, как это было. Было кайфово. Ну, с приездом, Манди, как ты? Ты в Алматы уже месяц? Больше месяца. Что ты тут делаешь? Я просто приехал к родителям отдохнуть. Я не был дома год. Это был тяжелый год. И решил закончить его у себя дома. А где ты был год? Я был год в Москве. Я, на самом деле, не хотел бы быть год в Москве безвылазно. Просто случился карантин. Карантин случился? Случился карантин в Москве был. Странно. Что ты там делал? Вот 20-й год. Материться же нельзя. Можно, можно. Полная ересь. Не так сильно же можно материться. Тут у тебя уже три альбома. Да. И два маленьких еще. Два маленьких. Казахстан. Какие у тебя альбомы? Алматинский джаз. Алматинский джаз один, Алматинский джаз два. Вышел в 20-м году Сан Джуниперу альбом. Если что, послушайте. Кстати, самый твой успешный альбом, да? По звучанию, по крайней мере. По звучанию, да. Он лично для меня кажется самым любимым, самым интересным. Но по показателям, как бы, не знаю. Нормальный. То есть не так залетел, как ты ожидал? Ну, средненько зашел, да. Но я ничего не ожидал, на самом деле, от этого альбома. Я хотел его просто выпустить. Не, ну секундочку. Что, вообще ничего не ожидал? Вот только честно. Я даже отказывался от всех промо-компаний к этому альбому. Ну, типа, пойти на какую-то там передачу, дать интервью какому-то магазину. Потому что не хотелось. Но ты пришел к нам. Нет, он недавно выступил. Ваня Урган-то выступил недавно, видели? Это было до этого, он пришел к нам. Это было до этого, да. Окей. Это было еще до этого альбома. А какой Ваня Урган-то, скажи, пожалуйста? Очень высокий. Ты с ним пообщался немножко? У него очень красивый голос. У тебя тоже очень красивый голос. Я с ним пообщался буквально минуты две в коридоре, потому что это было до моего выступления. Я сильно волновался, настолько сильно, что когда я вышел с выступления, я только потом понял, я же с ним только что поговорил, я же пожал ему руку, выжимай. Я не знал, что будет трое ведущих. Но в прошлый раз Оскар начал традицию дарить любимые книги. А, круто. Хорош. Он посмотрел наш подкаст. Молодец, молодец. Это значит, что я останусь без книги сегодня, да? Я в следующий раз тебе принесу. Я тебе подарю свою книгу. Да, в общем. Ты читай сам книги, братан. Ты начал читать книгу, которую я тебе подарил? Нет, конечно. А ты? Она вот здесь, я ее начал. А, это декорация. Понимаешь, ты даришь им книги, это стоит с реквизитом. Просто она в очереди еще, я столько книг еще не прочитал. Так. Надо дочитать. Эти книги вы точно прочтете. Это книга для... Что это такое? Why? Why so cute? Это книга для Ержана? Не, не, слушай. Для меня книга. Мне подарил книгу MD. Я не подарил пакет даже такой же. Ты не в курсе. Вот. Это совпадение? Подожди, подожди. Это совпадение или что? Ты знал, что пакет такой же? Я видел какой-то пакет, но я не покупал такой же. Ну, ты взял такой же. Ну, я взял такой же. Пусть это будет традицией совпадения. Не думаю. В общем, Ержан, я хочу тебе подарить книгу. Это у меня две любимые книги. Первая, моя любимая, она изменила мне мировоззрение. Называется «Выпечка хлеба для начинающих». Уф. Вот. Ай-яй-яй. Неплохо. Друзья, друзья, можно я встану, эту, руку пожму? И для... Нет, там все настроено, ты... Второй пакет другой. Опа. Кстати. И это книга для Канны. Вторая моя любимая книга. Куржика, мне кажется. Называется «Корейский для фанатов кей-поп». Вау. Интересно. Интересно у тебя мировоззрение, братан. Сколько ему лет? 21. Ну, знаете, в эту секунду я даже не пожалел о том, что мне книгу не подарили. Я думаю, ну и значит, так нужно. В следующий раз приду и спрошу от корки до корки. Я приготовил. Я надеюсь, у вас такая традиция, да, кто приходит на подкаст, там-то ведущий становится. Да? В следующий раз, да. В следующий раз, да. Нам надо будет искать пятый микрофон. На самом деле, с подкастами, если честно, это такая запара. Ну, в плане того, что когда я начинал, я думал, это так легко. Я начинал, потому что я не думал, что это сложно. Оказалось, это не так просто все это организовать. Ты перфекционист же. Короче, да, вот это вот начало. Блин, нужно уже столько людей, столько микрофонов. Вон, там, ты пытаешься где-то звук улучшить. Короче, легче документалку снять. Да, понимаю тебя. То есть у меня столько людей на документалках, ну, как бы, не работает. Да. В казахфильме столько людей, конечно, не работает. Я только со съемок, с площадки. Мы начали снимать тот фильм. Паралимпийцы. Да, паралимпийцы. Кстати, ты тогда сказал, ты не знаешь имя режиссера. Это Алдиар Байракимов. Алдиар Байракимов, да. Классный чувак, это мой хороший документ. Да, да, это я потом узнал, да. Вообще я такой... Алдиар Байракимов. Это полный метр или короткий метр? Это полный метр. Вот мы сняли первых два съемочных дня. Вообще начало любого проекта, это первые три дня у меня каждый раз адаптация сильная. Ну, тяжело. Турбулентность такая. Вот. А у вас, парни, вот вы когда снимаетесь на полных метрах, как первые съемочные дни? Ну, всегда тяжело начать. Первые три дня довольно сложно. Пока притрешься там в команде, к съемочной группе. Мне легко дается талант. Ну, у тебя связи в кино есть, конечно. Ну, да. Прямо у него, получается, в лейбле, да, вот с Криптонитом? Прямо у него. А ты с ним, то есть, знаком, да, все дела? Прямо вот руку жмем друг к другу. Когда видимся... Что, крутой чувак? Классный, офигенный. Материться можно? Конечно, можно. Замечательный. Замечательный. Замечательный? Замечательный. Ну, круто. Нет, ну я... Ну, правда, без лести, без лести. Не, мне серьезно интересно, да. Многим кажется, может быть, там, какой-то там образ настроили себе в голове про этого человека. Отличный парень вообще. Ну, может быть, это твой образ о нем? Может быть. Не знаю, да, кого бы не спросил. Ну, а сережка в ухе что значит? Сережка в ухе означает, что... Не придумал. Я послушал пару песен, и... Мне, знаешь, какая песня понравилась? Причем я даже тебя не видел до этого. Детка, тебе лучше молчать. Вообще не люблю эту песню. Да. Ты записал ее с кем? С ребятами? Вот, допустим, мы знакомы с Абдором. У нас вот тусить часто. Вот вы все как бы с одной компанией, да? Ну, да, да, да. А как получилось, что ты в Рашке, а не здесь? На ту липу? Ну, интересно, в чем все звали, когда переезжали, говорили гоу, стэн, гоу, гоу. А кто кого звал? Ну, вот переехали я, Велимба, пацанчик такой. Ну, какая у него самая прикольная песня? Велимбы? Да. Пустыня. Нет, Кочевая такая самая... Иксо? Ай, ладно. Иксо? Возможно, нет такой песни. И бак, каплан, иксо. Нет, что-то еще. Ну, в такси садишься и там сразу. Нет, ну вот прям вы всех звали, получается. А как понять, мы звали? Вы прям какой-то тур организовали? Let's go. Решили переехать. Что такое? Решили переехать просто вот один день. Там, через неделю уже взяли билеты. И такие, гоу с нами, гоу все вместе, голодной тусовкой. Не было приглашения? Мы звали Абдра, ну, Дарика, Дарем. Дарем, да. Всех звали, ну, так контакты открывали. Нет, у меня вопрос такой, вас пригласили или вы просто на Абум поехали в Москву покорять? Да просто поехали на Абум. Ого, слушай, это очень смело. Это было очень смотанное решение. Молочки. Да. Крутятся. Занятное решение, кстати. Всем советую. Ты слушаешь? Честно, нет. Ты слушаешь? Ну, ты же не обижаешься. Да вообще нет. Ну, вынимается ли в аудитории просто? Ну да. А кто твоя целевая аудитория? Мне кажется, девочки. Которым лучше молчать. Которым лучше молчать. Девочки поколения Z. Кто тебя, вот, из этой, так сказать, из казахстанской музыки, кого ты слушаешь? Ну, Молдон Назар. Вот, недавно мне Оскар подсказал, показал обалденного исполнителя Аршат. Я же сказал. Да. Аршат, да? Аршат, да. Ой, он вообще, пуф, бомба. Я не знаю. Камбат-хан, да. Не, обалденно, послушайте. Я думаю, мне понравится. Да, Орн Хан. Очень понравится, очень. Ой, Орн Хан вообще я обожаю. Я с ним не знаком, но он шикарен. Кстати, тебе Орн Хан. Ты в курсе? Вообще гениальный исполнитель. Гениальный, молодчик. Ну, мне кажется, нужно отметить там Галма, который спродюсировал мой альбом и который... Извините, я не знаю, кто это просто сказал. Я пока не послушал. Я не понимаю, как это можно разговаривать? Ты что, гонишь что-то? Ты реально не знаешь Орн Хана? Пока что не знаю. Москва, Москва испортила. Москва испортила. Сережку, почему она серена? У меня вторая есть. Две сережки? Три. Три сережки? Не-не-не, подожди. От кого ты слушаешь? Нас на троих столько нет. Ты как у него... Ты гражданин по одной. Даже книги две взял, сережки три. Мадик, кого ты слушаешь? Из казахстанских исполнителей? Да, мы же только слушаем казахстанских исполнителей. Мы уже, когда уезжают в Россию, мы уже... Ерна Райдар. Да. Это два разных человека. Это группа Ерна Райдар. Просто назвать соседей. Не, правда, давайте из казахстанских исполнителей. Кто мне нравится? Мне нравится Золото, знаете? Владимир Золотухин. Отношлось с никого, да. Группа Кардио Бит. Да, да, конечно знаем. Вообще гениальный... Я снимал документалку с ним. Гениальный исполнитель. Смотри документалки, смотри, запиши. Ассия. Да ладно. Вы знаете Ассия? Расслабьтесь, услышайте. Все нормально, все нормально. Я не слышал. Я рассказывал про своих любимых исполнителей. Прости, прости, прости. Если мы тебя загрузили, мы не хотели тебя грузить. Да чем мы его загрузили? Все нормально. Да за сережки. Нифига, три сережки у парня. Кто тебя грузит? Ты чего, братанин? Как ты на родину вернулся? Как ты на манец на урок? Как у Урнхана, как ты не слушаешь? Да я послушаю. Мне кажется, нет ни одного человека. Мы подождем, пусть послушает. Ух, да. Ты будешь первым человеком, у которого три сережки, кто послушал Урнхана. А ты казацкий знаешь? Блин, пропустим вопрос, мы это вырежем. Ты поэтому в Москву уехал? Признавайся. Не, а что мы будем сейчас слушать? Давай, Дарумен, Дарумен. Ну, давай все послушаем. Ну, давайте, конечно. Музыкальная пауза на подкасте «За Мандас». Урнхан с треком «Дарумен». Там же написано, брат. На латинице я не умею читать. Подпевать нельзя, да? Ты не слышал? Ты слышал же, да? Конечно. Я был, когда они создавали этот альбом. Врачи не поняли. Классно. Я добавлю. Добавь все в Spotify. Да, добавил. Припев, припев. А, припев. Ты что? Ты что? Я не хотел занимать ваше время. Нет, нет. Давайте я дома послушаю припев, ставлю на Spotify. О, мой гад. Ну что? Я отказываюсь все, блин. Что такое? Ладно. Что, давайте все, да? Мне кажется, мои песни вы так же слушаете. Я послушал. Нет, нет, нет. Даже так не слушаю, брат. Вот. Честно, до этого я тебе скажу, что... Ну, как бы я думал, что ты переоценен. Угу. Типа. Да, я тоже. Ты, типа, уехал. Ну, я начал следить. И вот последний альбом я не слушал, и сегодня я его послушал, и мне понравилось. То есть... А, знаешь, какая песня мне твоя больше понравилась? Весновка где-то с LSP, да? Да. С LSP? С LSP фитоной. Я круто. То есть он поет про свою там речку, ты поешь про Ламатинскую речку. Да, да, да. То есть хорош. И у тебя фит с Райханой Мухлис очень крутой. То есть прям, который я переслушивал частенько в прошлом году. И трек клевая. О, да. Так что, нет, у тебя все будет хорошо. То есть круто, что ты стартанул рано, и у тебя есть возможность, знаешь, типа, попробовать. Посмотреть, попробовать себя, и потом точно найти там свою форму, и уже делать свою музыку, и не похожую на других. Так что... Ой, бабла. Да, Бубина. Мы будем следить. Что-то знает. Спасибо. Все? Спасибо. Спасибо. Вот, так что давай, бро, это подкаст, это не интервью. Ты можешь сам задирать, задирать, брать. Можно, пожалуйста, у тебя девушка есть? Есть. А теперь форсинга, что-нибудь? У тебя есть девушка? Блин, что за вопрос? Какие-нибудь темы, допустим, меня сейчас бесит в Алмате одностороннее движение вообще. Кого-нибудь это бесит? Нет. Ой, за год в Алмате это одностороннее движение вот здесь. Иногда просто охота поехать по встречке, потому что я привык лезть по этой улице в обратную сторону. Подожди, слушай, вот такое интересное... Нет, не хочешь? Хорошо. Не хочу. Слушай, вот я сказал, ты вернулся из Москвы, да? Мадди, ты вернешься в Казахстан как музыкант? Есть планы? То есть сейчас же реально делать музыку? Я думаю, ты на том уровне, что ты можешь уже делать музыку, находясь хоть где. Совершенно верно, но у меня... Почему тебе нужно быть там? Ну, вот в целом, честно, давайте отбросим наши чувства патриотизма. Конечно, конечно. Чистым взглядом посмотрим на все это. В Казахстане мало именно возможностей для музыкантов, как-то себя проявить. То есть в основном все, кто проявили себя, это получилось... Как-то вот получилось и получилось. Нету какого-то маркетингового плана, что какой-то чувак увидел, раскрутил, сделал. Ну, то есть люди-самородки. Но долго именно вывозить за счет того, что ты самородок... Не получается. Это тяжело, потому что нужна... Нужна какие-то скиллы, да? Нет, нужна индустрия, как минимум, какая-то. Какой-то вот бэкграунд за всем этим, какая-то помощь. Мне кажется, это есть скиллы, потому что скиллы в индустрии появляются, если ты в одного делаешь, то сложно. По поводу того сравнения, ну, мне кажется, не стоит торопиться обратно. Как раз, ну, в моем случае Москва, это и были те шесть лет скиллов, которых накачивали. И потом я уже, ну, вот сейчас возвращаюсь с пониманием, что, ну, мне есть что дать. И даже людям, даже кому-то что-то подсказать. Но ты всегда говоришь про дать, а берешь ли ты? О, это такой вопрос. Ну, это нормальный вопрос. Ну, это нормальный. Ну... У тебя есть такое ощущение, что, ну, ты только отдаешь, да? Вот я пришел вас научить. Я пришел с вами поделиться. А в чем конкретно? Дает ли тебе нынешний, хоть маленький рынок тот же самый, казахстанский, да? Вот у нас же небольшая отцовка все равно творческая, да? Но берешь ли ты от нее? Да, беру. Потому что я учусь на площадке, на каждой площадке, на которую я прихожу. Я начал в какой-то момент внимательно следить за процессом съемок вообще. Что делает второй режиссер? Что у каждого, какая у кого задача? И как это кино работает изнутри? И на любом проекте я изучаю это. Что работает хорошо, что плохо в будущем, чтобы применить эти знания дальше. В Москве у меня бы не было столько возможностей сниматься. Не было бы такой практики. В Казахстане в практике я работаю. Да, это, ну, не бог весть, какие-то проекты бывают. Но все равно у тебя есть тренажерка, да? Да, да, я в форме. А в Москве, ну, типа, ну что, что-нибудь выстрелило бы. А потом ты год сидишь, ну... Вообще, быть актером при такой колоссальной конкуренции, мне кажется, так тяжело, да, именно вот? Я... Там же нереально, ты сидишь, вот ты ждешь. Ты ждешь... Ты ждешь кастинг-директора, когда тебе позвонят, да? Ты ждешь потом пробы. Ты идешь на пробы с ощущением, что, скорее всего, вот сейчас, да, меня там, типа, возьмут, но тебя не берут. Ты идешь на следующий день и еще раз на какие-то пробы. Звонишь агенту постоянно. Да, у агентов еще таких, как ты, список. Да. А здесь чуть по-другому, да? Здесь нет никакого агента. У меня есть агенты. Я все равно с агентом работаю здесь. Ну, окей, ну, даже... Ну, это, опять же, если есть пробы, бывает такое, что нет проб, и нет ничего, прикинь, ты не можешь взять гитару, ты не можешь сыграть что-то, записать. Сам фильм снять? Есть параллели. Параллели есть, но в целом я, ну, не могу остаться без музыки. Меня не могут ее отнять никак. Ну, и здесь тоже творчество, как бы... Ну, нет, имеется в виду, ты будешь писать... Как к работе, как к зарабатыванию. А ты зависишь от картины, от режиссеров, от... Ну, тут еще такой момент работает. Если я год не снимаюсь, то, значит, год я набираю знаний, я набираю скиллы, я постоянно набираю скиллы. И когда через год или через два меня позовут на картину, эти скиллы проявятся, либо позже. Ну, это такой... Нет, а может быть такое, что, допустим, ты год не снимался, и ты выходишь, и все, и ты опять забыл все это. Страх перед камерами, только его нет? Не может быть практика? Ну, именно... Нет, нет. На пробах есть момент, я не знаю, как это у музыкантов, как это... Когда вот этот момент, когда тебя выбирают, возьмут или не возьмут. Вот это, вот то, о чем ты говоришь, вот это раздражает. Нет, нужно... По поводу конкуренции я в какой-то момент для себя понял, это в Москве еще было мне понятно, что я вне конкуренции. Не плане, что я... У меня какое-то завышенное сомнение, а потому что такого нет, как я просто. Нету, и как любой актер, мы все... То есть это не про конкуренцию, это про то, что... Не взяли на проект, не твой проект, иди дальше. Не сюда, иди дальше. И твой где-то там, идти, идти, идти. Вот это в Москве было. И Жанна, у вас как творческие успехи ваши в этом плане? Есть конкуренция? Конкуренции хватает, да. Открывается все больше новых и новых баров, да. Вообще, как ты оказался, что ты решил сделать бар? Тоже я никогда не думал, что Коржик сделать будет в этой индустрии. Мне кажется, это было все... Нет, я знаю Коржик как по студенчеству. Про какой бар мы говорим? Про Лейт Ночо. А, тот самый. Ты бывал там? Конечно, бывал. Молодчик. А когда ты там бывал? У тебя же 21 только. Год назад? А вот как-то у вас плохо охрана работает, видимо. Сам себе представил. Да нет, он же приходил, алкоголь не пил. Мы алкоголь не продаем. Текила безалкогольная была, да. Что ты спрашивал еще раз? Я говорю, как у тебя... Конкуренция. Нет, я хотел сказать то, что... Ну, ты всегда же был вот к тусовке близко. Я помню, ты в студенчестве делал всякие такие тусовки, да? Я был бы около, но я никогда не был в тусовке, да. Но ты просто любил тусить и вот как-то решил открыть свой бар. Это откуда все тоже пришло? Это пришло от того, что ты устал на кого-то работать. Вот вы же все ни на кого не работаете, получается, по сути. Да, работаешь всегда на кого-то. Ну, в целом, у тебя нету шефа, у тебя нету там графика. Хочешь-хочешь, снимаешься, хочешь не снимаешься, хочешь? Да, да, да. Ну, когда я снимаюсь, я же на кого-то... Эти деньги же, ну... Ну, да. Ну, хотя и на себя, но это такое просто. Ну, да. Это не так, что ты в офисе сидишь, типа, 9 часов, да. Сверху вниз на меня смотрят. Я так всегда делаю, я так всегда делаю. И все. Это было главным толчком, что, типа, я не хочу на кого-то работать, и все. А бар открылся совершенно случайно, мы планировали открыть пицерию. И, кстати, коль уж выпала такая возможность, я расскажу, поделюсь небольшой информацией, что мы сейчас как раз вот, ну, в условиях этой пандемии... Я в тему подарил. Ты знаешь, что у меня кличка Коржик? Ты прям очень в тему подарил. Я сначала подумал, что это подкол, а потом я подумал, да нет, типа, да нет. Ну, я уже час получил. А, я думал, это просто движение какое-то, типа, хлеб делать. Да, классная шутка, Борис. Тикток. В этом плане я хочу сказать, что круто, что время меняется, что, типа, есть возможность у молодых ребят, ну, не обязательно идти в официант работы, если чуть-чуть где-то сконцентрироваться. Ну, тяжелее всего найти призывание, потому что, мне кажется, мне дико повезло с тем, что я очень рано открыл для себя что-то, что мне нравится, что может, там, приносить мне деньги. Но тяжело же найти вот эту в себе искорку. А на чем ты самые первые деньги заработал? Самые первые я фотошопил. Афиши всякие, там, для этих... В одиннадцатом классе? Да нет, это был, там, класс пятый, шестой. Да, я решил скачать фотошоповый, изучать его, и старшеклассники устраивали всякие тусовки, на которые надо было делать афиши. Ну, это круто. Ничего себе, в этом классе. Да. Твоя первая работа. Первый раз, когда ты понял, что, ну, что такое деньги. Ну, короче, бабушка моего... Типа, танцевать на туи, ну... Да, я понимаю. Бабушка моего друга купила в поселок ларек, и он был весь обклеен наклейками всякими от жвачек. И он сказал, вот вам шпатели эти, отодрите их, и я вам заплачу. Пять часов, пять-шесть часов. В каком классе ты был? Тоже в пятом году. Представляете, он делал афиши на тусовке, и я шпателем просто ларек синий драл. И нам заплатили, знаешь, сколько? Буквально три года, да? Сколько тебе заплатили? Да, тысяча две тенге. Да? Мне двадцать тенге заплатили. Двадцать тенге. Двадцать тенге? И эта бабушка такая, вот, сахзал, да? Я оттуда же дала, да? Я сушусь работал, да? Нет, что-то несправедливо. Кана, у меня к тебе вопрос. В чем твое творчество? Вот если у тебя не будет камеры, если вообще отдалиться от камеры, то твое творчество, оно... Как думаешь, через что оно будет проявляться? Сейчас оно проявляется через камеру, через, да? Через текст, через рассказы. Могу через просто даже вот так взять микрофон, если не микрофон, рассказывать историю. Могу сделать документалку через... Созвониться с телефона, скачать эти ауди, сделать документалку. И сделать документалку из ауди. О, это было бы мощно. Понимаете? То есть сделать ауди через скайп. То есть, на самом деле, у меня... Кана дикий. В документалках, когда мне говорят, у меня нет правил. У меня настолько вот это ушло. То есть мне нас... Я хоть чем смогу сделать крутую историю? Если я вот реально захочу, то хоть чем. То есть у меня... То есть сейчас, да, вот есть команды, да, ребят, слава богу. Да, есть ребята, которые меня поддерживают. Да, потому что я сам начал быть в кадре, и мне, конечно, тяжело снимать. Но я могу и без камер. То есть у меня нет такого, о, мне не нужно там... То есть я все-таки за счет... Думаю, что история все-таки важнее. И я сфокусирован на историю. Но еще особенность в том, что ты ее не придумываешь, ты ее видишь, да, и как бы рассказываешь. Да, какую-то форму преображаю ее и рассказываю так, как она есть. В этом, наверное, есть уникальность, да, скажем так. Да, в этом есть творчество. То есть это не так... Здорово. Да, ну и, конечно, если монетизируется, тяжело через YouTube монетизироваться. Вот, кстати, я хотел спросить. Музыкант, ты же монетизируешь сейчас классную платформу, да, через аудиоплощадки? Да, дистрибьюторы. Ну окей, да, то есть... Они монетизируют все, буквально. Ну то есть это оставляешь... Это просто поменял рынок, да, весь. То есть не надо сейчас даже выступать на халтурах, да, как там шабашках, боях, вечеринках. Ну вот 2020 год, мне кажется, музыканты выжили благодаря... Ну я просто за себя говорю, благодаря стримингу. А можешь примерно рассказать сцены у популярного, допустим, какого-нибудь артиста или там такие врируются? Я боюсь соврать, потому что я... Не боюсь, не боюсь. Не знаю. Ври. Не, ну бывают прям... Там, не знаю, миллионы рублей. Ближе, ближе. Миллионы рублей бывают прям у хорошего... Хорошего артиста, которого трек в топе. А как это технически? Вот у тебя есть песни на iTunes. И раз в месяц тебе что, приходят деньги? Раз в три месяца. Это квартал. Или квартал, правильно. Квартал. Какая разница? Приходит выписка, в общем, Apple Music, Spotify. Все прослушивания за этот период там прям на бумажке сделаны. В основном музыканты не читают эту бумажку. Они смотрят сумму финальную на отдельном PDF файле, подписывают бумажку. А что там в бумажке, секундочку? Как будто что-то интересное, что музыканты пропускают, да? Да нет, ну там просто, если это распечатывать, это будет вот примерно... Может быть, вот такая книга. Потому что на площадках полно, дат очень много. И, ну, вот детализация прям по каждой платформе, по каждому дню. Не особо интересная для музыканта вещь. Ему интересно, сколько он заработал. Это на отдельном PDF файле написано. Там вычитается какой-то процент. Ну, какая была максимальная сумма? Да, максимальная сумма. Дети больше слушают на Apple Music. Откуда ты больше дивиденды получаешь? Думаю, да. Да, скажи про это ощущение, когда ты первый раз понял, что ты можешь получать деньги с платформ. С прослушиванием? С прослушиванием. И вообще, я не знаю, это просто нереально. Просто я расскажу про свой экспириенс. У меня есть монетизация небольшая. И на YouTube очень сложнее. Это должно быть всегда оригинальная музыка. То есть у меня нет возможности делать оригинальную музыку всегда. Я ее, бывает, иногда позаимствую. И я как бы подписываю договор. Окей, я не беру монетизацию с этого ролика. Потому что, как бы, аудиозапись взятая с интернета. Окей, я был готов, подписан на это. Но каким-то образом есть какая-то монетизация. Монетизация на... И я вот первый раз в карантине никогда не вытаскивал туда деньги за все эти годы. И я вытащил, потому что у меня не было денег. И это нереально кайф, это ощущение. Просто такое ощущение, что, господи, да неужели. То есть за какие-то людей просмотры ты что-то получил. Мне не хватало на камеру. Насколько сильно это спасает? О каких суммах идет речь? Мне интересно, да. Я работал, я не так много у меня просмотров. Ну, на самом деле, не так много. Но я вытащил около 600 тысяч. Это при сколько просмотров и за какой период? Это за все твои фильмы. Да, вот за сколько у меня есть монетизация. За все это время. Это очень копейки. Я уверен, они такую сумму получают в расклад. AMD такой думает, мне лучше молчать, мне лучше молчать, мне лучше молчать. Ну, да, но даже при такой сумме я очень был рад. Ну, конечно. Я был безумно рад. Я еще эту сумму взял и добавил на камеру. Ну, я могу рассказать, как я первый раз эти деньги получил. Я очень поздно решил податься в стриминг, потому что, как все казахстанские, наверное, артисты, в году так 17-18, я даже не подозревал, что можно зарабатывать с площадок. Ну, и тебе было 12 лет в этом году. 8. Кто слушает музыку платно? Все мои знакомые слушали там через ВКонтакте, скачивали просто там в загрузке. Я думал, ну, какой дурак сейчас будет платить за то, чтобы послушать музыку? А это только начало развиваться в этот период. И ко мне обратились мои первые дистрибьюторы, предложили. Я такой, ну, давайте. Что, я много не заработаю, ну, интересно. И потом приходит отчет, и такой, вау. Больше моей суммы? Не, ну, в первое время это было меньше твоей суммы. Ну, все равно, да, кайф такой. Ну, дикий кайф, да. Просто деньги оттуда, откуда ты даже не ждал, потому что я залил. Просто, когда такая сумма была, когда ты получил, это был совсем другой курс. Это был хороший сумм. Ну, возможно. Блин, вот я бы задумался, вот у актеров-то вообще ничего подобного. Да, прикинь. Актеры не получают проценты за продажи фильма? Нет, они есть. Нет, ну, это особый договор подписывается. Да, особый, который у нас еще нет практики. У нас нет практики. У меня было такое предложение. У меня крутой агент. Его зовут Владимир. Он профессионал своего дела. И мы... Один продюсер говорит, у нас не хватает денег. И мы предложили, ну, давай ты, типа, 5% от сборов. Но это была опасная игра, потому что сколько собрали, что собрали, есть, нет. Чух-чух-чух-чух-чух, и ты в итоге остаешься. У Коржика прикинь вообще нет такого. Нет, я не согласился. У меня живые деньги. Нет такой опции. А вот у меня вопрос про киноиндустрию. А вообще, насколько прибыльно, допустим, казахстанскому режиссеру снимать фильм? Казахстанскому режиссеру? Полномедражный, который выйдет в кинотеатры. Ну, какую-нибудь комедию там. Это тоже делится на подразделение. Да, смотря какому, если коммерческому, то... Ну, это самое успешное, я думаю, вот именно частники, киноделы, комедия, это самый успешный продюсер казахстанского кино. Но на это можно много поднять прям денег или выйти в ноль? Можно полмиллиарда, 500 миллионов можно заработать. Там все дело от чайки. Да. Но это тоже особо. Там не то, что... Там выигрывают не самые талантливые, там выигрывает тот, кто больше всех прочувствовал этот момент. Когда что нужно этому зрителю вот сейчас здесь. В этом плане у нас стреляют Адамбаев, да, и Хуэнбаев. Они работают строго, строго на публику. Я расскажу, насколько круто они работают. Однажды я захотел посмотреть фильм, называется... Он был такой, проходной, ничего хорошего в отеле Эли Рояль называется. Я захотел его посмотреть. Мне понравился. Вот, я пришел в кинотеатр, говорю, можно мне, пожалуйста, билеты на ничего хорошего в Эли Рояль? И мне кассир спрашивает, а вы тоже не хотите на этот фильм? Просто там зал пустой, фильм вроде так, себе рейтинги плохие. Может, лучше сходите там на «Бизнес по казахски 2» вышел как раз. На него вот все идут. И я на секунду задумался, может, мне реально сходить на «Бизнес по казахски 2». Меня остановило то, что я первую часть не смотрел. Вот я так бы пошел. Да, там очень сплетено хитро, если первую не посмотрели. Конечно, там линии такие тяжелые. А кассиром был казахский фильм, ты ходил в кинотеатр? Ой, я на много казахский фильмов ходил в кинотеатр. Но не помню, не один, когда вас спросили. Какие? «Розовый заяц», может, ты ходил? Нет, я был, мне было 3 года. На «Розовый заяц» даже я не ходил. А я ходил, у меня был, я прям был в восторге. Я был в восторге от «Кочевников», когда я посмотрел «Кочевников», я такой «Вау». Я был в восторге от «Кочевников». «Рэкетир» застал ты? «Рэкетир», да. Подожди. На DVD дома есть. Бедный. Ну, реально этот фильм распространялся. Нет, подождите, а помните, еще были такие авторские казахские фильмы? Ты, может, про мальчика и брата, которые потеряли, не, не, потеряли отца. Такой был режиссер казахский. «Джитм». «Джитм Дер». «Джитм Дер». Ты помнишь этот фильм? Блэй, красавчик. И вот он же, он же заработал, мне кажется, очень много денег, именно потому, что распространял фильм через DVD. Ну, там «Пираток», я думаю, было много. Да, «Кочи Пираток». Но я... Вы не смотрели это? У меня весь двор обсуждал этот фильм. Лучший казахстанский фильм, «Джитм Дер». И я реально посмотрел. Что там, про что? Я не понял. У нас в СМИ было тогда четверо. И вот и папа, и мама, мы вчетвером плакали. Может быть такое? Четыре человека сидят в одной комнате и плачут вчетвером. Фильм такой, прям вот давит, да, вот сейчас вот заплачет, и все инструменты, чтобы мы заплакали, он делает. Типа, вот она пьяная, плачет, пьяная там. Сейчас ребенок заплачет, ребенок плачет, ребенок говорит, что трогает про родителей, все. Меня сейчас раздражают такие фильмы, которые... Это считается, ну, документалистикой считается манипулированием. Это чистый фильм манипулирования. То есть и снять там детей, и снять там животных, это тоже считается манипулированием. Байт на слезы, да? Как сейчас говорят зумеры. Есть в музыке такая тема? Ну да, это грустные песни, которые такие... Которые... Чистые. Ты ушла от меня, змея. Ну да, которая по-любому попадет в каждого. Каждый. А, ну нет, если манипуляция, то это... Мы говорим про манипуляцию на слезы? Да, но в целом, чтобы, я не знаю, манипуляции, чтобы были просмотры, манипуляции, чтобы были слезы, манипуляции. Вся музыка стала сейчас такой, что это чисто манипуляция, битва за внимание, битва за прослушивание. Особенно в 20-м году, когда ТикТок прям разорвал. Ты говорил, что мы живем в эпоху самой ужасной музыки, верно? 20-й год, я думаю, подтвердил это. Это не эпоха. Ну вот. А, она подтвердила. Да. Блин, не знаю, мне вот в целом не нравится музыка сейчас. А музыка 36? Ты же один из тех людей, который сейчас будет говорить, это мы жили в эпоху музыки МД. И тот же самый МД говорит, блин, факт, я жил и создавал в эпоху самой ужасной музыки. Блин, ну это звучит, как будто я такой прям сноб. Ну ты один из чуваков, который делает ужасную, плохую музыку, получается. Вот я живу в это время, видимо, да. Потому что... Мне кажется, важно, что ты это осознаешь и что ты не переоцениваешь сам свою музыку и стремишься, если ты как бы отличаешь. Да, но именно вот эпоха плохой музыки, я говорил именно о том, для чего делается сейчас музыка. То есть, ну, первобытная музыка при... Ну типа. Да, я этот просто... Я согласен, правда. Меня всегда все обвиняют в том, что я... Почему ты, говорят, слушаешь все время одно и то же, все старое. Потому что, мать его, все старое, самое классное. Вот это все новое. Я хочу закончить мысль. Закончу, закончу. Я и к тому... Ты такой милый. Сейчас, секундочку. Как ты сделал еще раз? Я хочу закончить мысль. Это что-то из Nickelodeon как будто бы. Заканчивай, заканчивай давай. Вот, раньше... Почему музыку писали? Потому что были чувства какие-то у людей, они хотели поделиться. Как-то поделиться своей историей. Тот же рэп, это музыка темнокожих, которые хотели свою историю перенести в музыку. Был протест. Был протест. Любая музыка, мне кажется, творчество любое, это протест. Сейчас... Бабки, бабки, бабки. Сейчас это чисто монетизация бабки. Это манипуляция на то, чтобы тебя посмотрели, тебя послушали. Так не бывает. Все равно есть артисты, которые продолжают... Нет, конечно. Я говорю в целом. Я обобщаю прямо сейчас. А что, думаешь, раньше все писали от бунта? Были бунтари, рэперы, и были те, которые на их хайпе тоже что-то... Мне кажется, что-то всегда и везде было. Да, но как будто бы сейчас процентаж именно коммерческой, именно вот этой вот музыки. Кому не лень. Гаждый поет. Слишком большой. Блогеры-блогеры тоже в какой-то момент... Везде во все времена были коммерческие, конечно. Нет, вот мне кажется, что именно не в процентном соотношении. Мне кажется, в процентном соотношении все примерно одинаково остается. Просто их много, реально, много этих. И отовсюду можно это послушать. Ну, возможно. Мне кажется, трушных чуваков в процентном соотношении не меньше, чем когда-либо. А что есть true вообще сейчас? У меня такое грань ствертое. Ну, как быть true? Я вот не понимаю. Да хрена узнают, слушай. Ну, не врать себе, наверное. Все говорят true, true, true. По отношению к себе, что ты не врешь себе, что Кана снимает свои фильмы, и он не выдав, не манипулирует. Ты же не манипулируешь? Я стараюсь не манипулировать. Ну, вот это честность. Я даже музыку начал меньше использовать, чем раньше. Потому что музыка это тоже манипулирование каким-то образом. Да? Ну, да. Насчет врать себе. У меня такая тема, что полугодовалый я в прошлом, и сейчас я... Ты в прошлом полугодовалый? Ну, полугодовалый, да. Ну, я полгода назад, и сейчас я... Это какие-то разные мысли. Когда-то было 20 с половиной? Когда-то было 20 с половиной? Так будет дальше. В комитах будут сидят там эти старперы и осуждают. Да, что доебались до послания. Ребята, мы... Нам интересно, нам интересно. Нам интересно. То есть ты согласен, да, что есть уже промежуток? Я... Ну, конечно, конечно. Ты слишком много заканчиваешь просто ее. Не-не-не, бро, сделай опять. Да все, я обиделся. Не, сделай. Давайте я вас оставлю. Один раз, ну, сделай. Я хочу закончить мысль. Да. Да, я забыл, что я хотел сказать. Ну, и все, что ты тогда... А, ну вот, то, что мысли меняются. То есть, то, что было для меня true год назад, сейчас я подумаю, блин, это не true для меня. Ну, то есть, что было true для тебя полгода назад? Да нету, это не может быть в контексте true в прошлом. True может быть только сейчас. Ну, ты сейчас... Я надеюсь, что через год тоже будешь понимать, что, ну... Ну, в целом, это размытые какое-то... Мне кажется, моя тема одностороннего движения в Алма-Ате, она была не менее, не менее важна вот сейчас. Думаешь? Потому что ты не из Алматы. That's why. Откуда ты? Родом из Астаны. Да. Ты алматинец коренной, да? Нет, я родом из Семиплатинска. А я думал по алматинскому джазу, что ты... Ну, я большую часть своей жизни прожил в Алма-Ате, и... Кем ты вдохновляешься в это? Кого ты слушаешь? Из наших, давай из наших. Да он же говорил уже. Кого он слушает? Ну, Астудио, да. Астудио — это музыка, на которой я вырос. Ну, то есть... Окей. В принципе, понимание музыки в моей голове сложилось благодаря тому, что у меня брат, там, мама, папа слушали Астудио. Старая Астудио или регистрация? Я прошла... Да все, все Астудио. Окей. Любое Астудио. Во всех видах. Ты слышишь себя, МДФ? Я слышу себя. Супер. Да. Вот. И именно понимание музыки, которая мне нравится, у меня сложилось благодаря тому, что я слушал Астудио. И, видимо, я тогда и захотел как-то делать примерно такое. Ну, вот первый твой, первый альбом был такой, да, некий... Ну, да, да. Некая отсылка, да, к студии именно музыки Алматинского 90-х. Ну, Трибьют такое называют. Как-как? Трибьют. 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 Вдохновлялся. Трибьют. Закончил мысль, братан? Все. Скажи, когда музыка для тебя закончилась? В каком году все ты понял, что после... Вот я не буду больше слушать? Честно, честно. Как бы это... Типа, good for enough which I have. Типа, все. Нет, честно, как бы сейчас это не прозвучало неправильно, да, я знаю. У меня будет еще после этого миллиард, да, всяких хейтеров. Но, скриптонит, да, есть только одна песня, которую я вот его знаю, да, которую я понимаю, что он говорит, это вот космос, да, мне она безумно нравится, но все остальное, блин, я просто не понимаю. Я просто не слышу и не понимаю. Да, вот Аскар смотрит меня уже, ты что, типа, я честно не понимаю. Я так смотрю, да. И в какой-то момент, да, я просто отбросил все попытки пытаться это сделать. Видимо, тебе и не надо понимать, но музыка должна тебе приносить удовольствие. Да, я что-то там близбухи, там, что-то какие-то, не важно. Там уже просто люди приходят, так, каукс. Нет, нет, Лейти, если ты не услышал его музыку, то что это... Next Street Boys у нас, NSYNC, да, там, мы вот такое у нас, Death's Child, не знаю, 50 Cent. Музыка, под которой у меня родители познакомились, да, наверное. Ну, наверное. Я бы сказал, я бы сказал, что они под эту музыку, да, 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 под эту музыку. Просто я не знаю, наверное, это есть вот эта старость, да, когда ты уже, потому что я помню, когда я ставил Дессела, когда я был щеглом, да, там, у родителей, типа, такие, балам, типа, что за... А я такой, три кирпича на грудь меня чуть прибил, они такие, ты что, типа, больной? А сейчас вот я вот слышу ребят других, которые там, ну, что-то там... Кирпичка хочет, Меев дает, ну, что, блядь? Кто, блядь? Зачем она хочет? Почему, блядь? Так это у нее надо спросить, почему ты про это поешь? Почему ты про это поешь? Самое, что прикольно, реально, ты чувствуешь там, типа, когда ты уже стареешь, когда ты не понимаешь музыку нынешнюю. Для меня время остановился музыка с Криптонит. То, что все выходит, уже я уже не вникаю. Причем, причем, заметили, как все, ну, как бы взяли что-то с его стиля. Как сейчас стало модно, вот это вот, да, вот, вот этот чувак, который что-то, что-то, что-то он поет, тоже они жуют, что-то проглатывают. И ты такой, типа, что, почему ты не можешь... Надеюсь, что-то не насвай. Нет, почему ты не можешь внятно сказать, там, я люблю тебя, да, там, блядь, блядь, что такое, блядь? Да нет, вообще не согласен. Как же, потому что это его? Музыка не всегда про текст, не всегда про смысл. Она должна приносить тебе эмоцию. Даже то, что ребята, вот, Узен выкладывает новых казахстанских музыкантов, очень для себя редко кого нахожу, прям то, что мне нравится. Аро, вы слышали чувака? Да, я не слушал, давай поставим это. Поставить? Поставь. Парни, послушайте, МД. Да, я весь во внимании. Вот, Орен Хан, да, вот то, что из последних. Но этот чувак делает все-таки не новую тему, да, то есть... Это новая тема, но она как будто бы наша тема, понимаешь? Послушаем. Парня зовут, ну, я не знаю, как его зовут, но подписывается как Аро. Он наш или чем? Да. Ну, то есть, но все равно я очень рад, что есть. Мне уже нравится. Да, уже нравится. Так есть, значит, музыка. Это вот молодой парень тоже. Ну, слава богу, значит, мы еще не старые. Просто мы не находим, видимо, ее. Не нравится? Ну все, это уже супер. Да? Но мы не про это говорили. А вот у тебя что-то было, что вот из нового ты послушал, и ты такой, блин, факт. Не понял, да? Ну, не понял. Типа, я уже, кажется, тоже старею. Блин, не хочу имена называть, честно. Ну, вот просто так. Топ-чарты. А вот почему у вас, типа, этика, да? Да не, но я... Почему я... Кто я такой, чтобы сейчас про них говорить? Ну, как ты такой, ты в лейбле у скриптонита, в Москве был год. Ну, есть всякие песни просто в топ-чарте, которые я просто думаю, ну... Они не для, наверное... Да вот, ты правильно говоришь. Они, да. Не для меня. А почему ты этого стыдиться? Ну, это лейт, ты же не говоришь, что они... Скажи, что они для тебя, что ты считаешь. Ну, Хамай Навай. Ну, до свидания. Ну, до свидания. Извините. Класса Мардикша можно понять, почему они стреляют. Нет, нет, нету вопроса, почему они стреляют. Есть такое, типа, ну, это не мое. Ну, не мое, да. Но они, красавцы, что они делают, и что-то у них получается. Молодцы, поднялись сами. Да. У меня к каждому артисту вот такое двоякое ощущение. Мне что-то не нравится, там, его музыки. Но я думаю, ну, с другой стороны, красавчик, что он достиг вот этого. Вот, допустим, наш друг, да, Вова Золотухин, он же, мне кажется, вообще недооцененный мега-артист. И у него такие крутые кинематографические клипы. И песни. На три головы выше всех ныне, кто там в топ-чартах входит, да. Согласен. И вообще не стреляет. Ну, так, прям, на масштабах. Стреляет. Медленно, верно, но стреляет. Уверенно. Я вот про него говорят. Я помню, когда мы с Нурланом Сабуровым были на его концерте в Москве, и тоже так Нурлан говорит, круто, но мне кажется, эта музыка не вырастет, к сожалению, больше аудитории бара. И на что тоже Золотухин. Ну да, я сейчас выпускаю вообще не попсовый альбом, но что делать, если эта музыка нравится. Хотя он экспериментирует, старается, он и рэп круто читает. У него круто получается, вообще он красавчик. Да, то есть... Я верю в его успех, если честно. Тебе коснуться хотя бы локтями. Я фанат его, блин, не знаю, со школы, когда была группа Cardiobit. Ну вот когда была Cardiobit, мне не особо нравилась. Мне нравилось. Мне нравилось, я снималась на людей. И как думаешь, а в чем... Золото больше нравится. Как вы думаете, в чем феномен вот ты, Лимбо, Абдор, да, Дарм? Вот вы же примерно все ровесники. Одно поколение, да? Минус, да. А как твой вообще так получилось? Вы тусовка? Вы вместе тусовались? Мы начали тусоваться, когда мы уже начали заниматься музыкой, поэтому не скажу, что как-то мы друг на друга как-то сильно повлияли. Но ощущение волны, да, что это волна. Волна была. У Дарма есть, извиняюсь, крутая песня «Ласковая ночь». Поправьте меня. «Ласковая ночь». «Ласковая ночь» у Дарма. Просто была нон-стоп на репите, офигенная песня. Она тебе понравится, это все-таки вот... Вот Дарма, я считаю, что его должны больше людей услышать. Не очень нравится, что Дарма, да. Вот это его, правда, с Новым годом тоже, ну, душевная очень. Ты, короче, знаешь, как сделай? Ты бери всех этих пацанов, да. В охапку, да? Они все в лейте, там. Если хочешь, я организую эту встречу, да. Мы сделаем еще один подкаст. И бери всех, да, и нет, и в Москву. Да правильно надо, да надо. Потому что я, да, я вижу этот талант, и мне охота, чтобы это как-то уходило дальше. Ну и почему обязательно долететь в Москву тоже? Да почему? Ну как почему? Ну тот же самый Баха Джохалип, он же не уезжал же в Москву. То есть он был наездами, навсегда у него была база, дом и студия, все это было в Алмате. И чувак, извини меня, добился больших успехов. Да. То есть нельзя, мне кажется, ребята тоже, наверное, для них тоже это был какой-то некий показатель. Ну хотя бы наездами быть там. Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, там дисциплина. Тут зона комфорта все равно у них. Ну для музыкантов, скорее всего. Да, да, да. А там важно, чтобы ты вот, блядь, вот был на студии там пять часов в день. В Москве как пишется? Пишется в Москве. В Москве очень хорошо пишется. Да. А что там еще делать? Надо работать. Да много что-то можно делать. Не, ну в основном, мне кажется, надо работать. И отвлекающих факторов тоже много, по идее. Тут же как бы, да, от настроя больше зависит. Ну как ты себя настроишь, да. Я в Москву езжу как на работу. Ты посмотри. Круто. Да, у тебя типа такая. Командировка такая. Это больше отреки не дома, а отреки работая. Да, да, да. Потому что отдыхаю я в Алмате. Вот я больше месяца здесь. Я прям ноутбук доставал раза три-четыре. Кто, прошу прощения, я сейчас вспомнил, потому что как раз получил очень хороший комментарий от человека. Ты знаком? Вообще все знакомы с Краймом Волшебником? Конечно. С Олжиком? Да, тоже недооценен. У них сейчас эта группа Планету, да. Ну вообще в целом, чувак, мое мнение, не знаю, кто согласен. Я думаю, Кана согласится. Да. Он пишет такие текста. Он очень талантлив. Он очень талантлив. Но я до сих пор не понимаю, почему, почему все вот так вот. Почему он не там? Почему он не на ТВ? Ну значит, не сильно этого хотел? Я просто не понимаю, почему вот эти вот агенты, менеджеры, да, почему, значит, они плохо работают. Я думаю, что нельзя винить человека, если он чего-то не добился, я считаю. Нет, я не обвиняю его, я наоборот, я не понимаю, я не понимаю вот этот феномен, когда все знают то, что это обалденный талант. И почему хантеры, почему хантеры не хантят? Ну вот у него новая группа Планету. Вот назови пять любимых песен. Да, я не слушаю Планету. Сори, мы в ссоре. И это не песня, это просто мы с тобой в ссоре. Сияй, мне нравятся их песни. Сияй, классная песня. Да, что там еще было. Сейчас я не вспомню, но я точно пять песен наберу. Ну. Сори, сори, край. У меня вопрос возник сейчас, такой он, наверное, прямой немножко. Вот все такие творческие, сидите такие красивые, так вкусно рассказываете. А для чего вот это все вообще? Каков конечный результат у каждого из вас? Все это вот, мы вот просто, я это разделяю на два варианта, да? Бабки. То есть это все ты делаешь, чтобы достичь у кого-то успехов финансового, не работать никогда. Или все-таки это вот что-то и вправду творческое, что-то вот охотно поделиться с людьми, быть знаменитым где-то. Мадий, вопрос к тебе. Так. Я не представляю, что я бы делал, если бы не музыка. То есть если мне сказать, что все, можешь не заниматься музыкой, мне, скорее всего, будет плохо. Я буду разлагаться как овощ, потому что чтобы... Лямбаксов или музыка? Ну, если тебе... Музыка. Потому что на музыке заработают 2 лямбаксов, 10 лямбаксов. Ну, если тебе скажут, ты не будешь зарабатывать, но ты будешь заниматься музыкой, но ты будешь зарабатывать, окей. Ну, типа... Окей. 5 тысяч баксов. Мы бить будем тебя, каждое утро будем бить. А кто это спросит меня? На Ларбайе спросит. Я спрошу. Ну, ты одно и то же почувствуешь. Нет, я бы занимался музыкой, потому что это то, что мне дает, в принципе, живительную энергию. Не все, ну, в бабках многое измеряется в этом мире. Да, конечно. Много энергии в бабках тоже. Если у меня будет, ну, в среднем, как ты сказал, средняя сумма там. Ну, не знаю. 5 тысяч долларов в месяц. Нет, нет, ему комфортно средняя сумма, она может быть разная, да? Это средняя сумма? 5 тысяч долларов в месяц? Нет, я не знаю, сколько он получает. Я тоже. В самом шоке. Он тоже не знает, сколько он зарабатывает. Да, я бы с музыкой остался. Слепса не знает, сколько он зарабатывает. И забирает себе половину. А то и больше. Как такой вопрос можно было задать? Ну, смотри. Я еще раз. Мне просто интересно. Это все делается ради денег? Или ради чего-то другого? Или реально это твое призвание? Я думаю, мы все пришли сюда, ну, изначально не ради денег, а потом деньги пришли сами. Ну, нам и комфортно с деньгами тоже. Ну, да. А как? Я даже не представляю. Это инструмент для зарабатывания денег у тебя? Ну, короче, актерство. Если вы хотите много зарабатывать денег, вам не нужно идти в актерство. Это не та сфера, где можно зарабатывать много денег, еще будучи узкоглазым в Средней Азии. Не, ну, ладно здесь, а на Западе что? На Западе не знаю. На Западе возможно. Но это происходит вообще, там нет ни причины, ни следствия. Это происходит как-то... У самурая нет цели, у самурая есть путь. Да, это говорит. Ну, я знаю, просто моральфы много, да. Окей, я понял тебя. То есть ты пошел ради призвания. Да даже не пошел, понимаешь? Вот даже нет тут момента, что вот я пошел. А вот все как-то оно... Ты не за результатом, ты за процессом. Да, да. Вот. Сколько ты зарабатываешь? Я просто прощаю, почему? Почему в какой-то момент это стало каким-то таким, ну, личным вопросом? Я не отвечаю, или я могу, типа, сказать, да никто не отвечал, я тоже не буду отвечать. Ну, как-то. Гости? Да. Да, я думаю, все. Первый раз просто дали этот вопрос. Да? Так что... Блин, джентльмены о деньгах не разговаривали. А вот тут джентльменов мало. Мне насрать, сколько ты зарабатываешь. Хочешь, говори. Мне интересно просто. Да, если как бы нет, то не говори. Хорошо, природа твоего интереса, какова она? Почему тебе интересно, сколько он зарабатывает? Потому что мне просто интересно, сколько он зарабатывает. Просто порадоваться. Да. Нет, это просто информация. Что в этом такого? Что ты можешь купить? Какую машину ты можешь купить на свою зарплату? Ладно. Не знаю. Сколько стоит машина сейчас? Я не знаю, я не интересуюсь машины. Ну, зарплата у меня, знаете как? Вот ты говоришь, что у тебя в месяц какой-то там зарплаток. У тебя тоже по сезонам, да? У меня по сезонам. У меня зависит от кварталов их раз в три месяца. И зависит от тоже выступлений, которых сейчас катастрофически мало. Поэтому не могу в среднем даже сказать, что... Что ты купил? Самое большое? Самое дорогое для тебя, вот самое то, что... Блин, ну это был прям, ну такой вклад. Первый? Или самый... Не первый сейчас, а на сегодняшний день. Самый дорогой? Да, блин, ноутбук. Да нет, на самом деле самый дорогой мы уже... Ты на винде сидишь до сих пор. Неправда, я сиди на ноутбуке. Мак уже перешел. Хорош. 32 гигабайт оперативки. Хорошо. Нет, самое дорогое мы... Покупка, можно так сказать. Это я кредиты родителей решил закрыть. Да, молодец. Ой, красавчик. Молодец. Круто. Вот. Круто? Это очень круто. Мне очень радует такая молодежь. В доту играешь? Нет. Красавчик. Оскар, у тебя... Тем более у тебя самая тяжелая, наверное, из нас всех работа. Твоя не самое тяжело посчитать, наверное, я не знаю. Ну, за проекты тогда, наверное, считать. Шесть миллионов с проекта я заработал. Хорошо. И я тоже, кстати, отдал их на стройку папе. 1300 я себе взял на туда-сюда. И все остальное отдал папе на стройку. Круто, круто. Дашь мне пять? Да, с удовольствием, с удовольствием. У меня мокрая рука, но если ты не против... Вы достроили дом? Нет еще. Дай бог достроить. Да, дай бог. Еще парочка проектов получается. Да, еще парочка проектов, все будет круто. Это на самом деле круто, когда у тебя есть возможность помочь родителям. Я помню у меня случай, когда я приехал со штатов. У меня папа вообще переехал из города в аул. Короче, начал в ауле жить. И, ну, такой, короче, у меня папа интересный. Просто нормально. В плане, ну, типа, работы нет такой, да, здесь. И был проект, так сказать, поработать, ну, воссоздать что-то в деревне. И он переехал в деревню, прям жить, начал аульской жизни. Я даже снял фильм про него, про это. Назывался «Горожанин в ауле», который я не выпустил в итоге. И когда я приехал, я так охренел, то есть я не мог поверить в это. Ну, то есть мой папа, ну, городской человек. Переехал в аул, и я поехал посмотреть. У меня такое ощущение, блин. Ну, у меня было такое, знаешь, непонятное ощущение. Вот ты не привык это видеть. И ты вроде бы рад, что твой папа не лежит на диване, да? Ну, и это не клеится в твоей голове. И я, как помню, я увидел, то есть нету лошадей, он там, и у него этот, ишак. И там только построил небольшой домик, у меня как сердце ебнуло там внутри. Такое, на следующий день, сколько у меня были гонорары, я все потратил. Сразу ему купил трех лошадей, тачку, чтобы у него там была какая-никакая. И вот это вот одно из таких первых, таких, блин, типа, I'm proud of myself. И вообще в целом, говорю, больше никогда не катайся на ишаке, да? То есть это был такой мой вклад, вклад на его. И до сих пор эти лошади как бы, ну, вроде бы есть, что-то продали. Короче, ну, то есть это был хороший, я поверил в него, и тогда после этого дела все пошло. Это вообще интересный, да, момент, когда ты вот родителям начинаешь помогать, и реакция родителей, и вот этот вот сам какой-то момент, как будто бы какая-то черта переходится в этот момент, когда ты такой... Такой, знаешь, канат рвется, да, который между вот это вот... Бубовина как будто рвется некая. Что-то там происходит, да, какое-то... У меня был этот момент, мы с тренера, со съемок, мне заплатили, и у меня мама с папой никогда не были на море. Папа был по службе, но никогда не отдыхал на море. И мама никогда даже за рубеж не выезжала. И, соответственно, братишки тоже. И мы поехали на море, и я помню, я надолго запомню эту сцену. Все засыпали, я уходил один, короче, купаться в море. И мама это спалила, что куда-то ты ночью ходишь. Я говорю, я на море купаться. Она говорит, возьми нас с папой двоих. Я такой, ну, давайте. Пацаны уснули, мы втроем пошли на море купаться. Я что-то отплыл, и так поворачиваюсь на берег, и там волны такие бьют. И я вижу маму с папой, они как... Видели эти фотографии, видео, как вот слонята об волны? Они такие... И я вижу родителей абсолютно не такими, какими... Я вижу их детьми, я вижу, что они... Сейчас нет никаких проблем, сейчас нет никаких... Нет ничего. Сейчас они просто... Есть волны. Есть волны. И они вот так радуются. И этот момент, вот тогда у меня вот что-то... Что деньгами... Деньги, 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 а можно приносить такие эмоции. В какой-то момент еще, ну, что я заметил, по крайней мере, вот за последние лет пять, наверное, что да, ты вот такой вроде вот ребенок, ребенок, да, там... А потом бац, и им уже важно твое мнение, да, там, допустим. Они уже считаются своим мнением, они его учитывают. И самое интересное, наблюдать в этот момент за отцом. Ибо да, 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 он как будто бы передает, да, там, вот такую вот эстафету. Ладно мама, да, но вот интересно наблюдать вот всегда за отцами. Как будто... Сильный момент, момент сильный. Нет, вот, знаешь, меч дал тебе, благословил, говорит, все. Типа, I'm done with this game. Да, типа, я все, что Бог сделал. Сделал, да. Чувак, дерзай. Да, это такая... Сильная тема. Ну, у меня недавно было наоборот. Я думал, что я очень взрослый, а я понял, что нет, оказывается, я тут еще ребенок с родителями, конечно. Да. Что это... Не, ну, ну... Все, все такие, ты что-то загрустили. Ну, это нормально, это не то, что загрустили, но круто, что каждый как-то по-своему. Просто он мне напомнил, напомнил меня этот момент, когда он сказал, он закрыл кредит, и там... Я там тоже поступил на учебу, да, и первый год, ну, родители оплачивали, но они хотели, что я поступил на грант, и я не поступил на грант. И у меня такая была тревога, что я такой, я буду оплачивать свою учебу, и когда я понимал, что я уже могу оплачивать свою учебу, у меня когда получилось первый раз оплатить свою учебу, когда тогда, ну, мои однокурсники не оплатили свою учебу, и я понял, что мне... Ну, то есть, как-то, знаешь, это все окрылило. То есть, это все, на самом деле, когда думают, там, вот, это все так пришло, ты начал такие снимать моменты, нет, чувак, это весь бэкграунд до всех этих моментов, и это не просто так. Да. И круто. Я, ну, рад, что вот у тебя и у твоих, вот, что есть, ну, подрастает крутая молодежь, которая может так закрывать, помогать родителям, и в целом. Да, просто помнят об этом, ценят. Ну, это их воспитание. Воспитание, да. Да. Их инвестиции возвращаются, получается. Вклад. Круто. Так, надо... Спеть песню? Маме позвоните. Да. Не, а... Дайте о веселом. А почему? А разве это мусором? Это же классно. Да, это классно. Это то, что мы не делимся. Ну, да, да, да. То, что мы не привыкли делиться. Мало кто знает. Я знаю Кожига, он тоже очень сильно помогает родителям, просто он тоже не говорит об этом. Я думаю, все мы такие здесь. Да, ты все. Это нормально. То есть, в этом нет ни у кого там, о, нифига, вы какие молодцы. То есть, это нормально. Так должно быть, я считаю. Ну, да, да, да. Это порядка вещей. Немножко неловко, как будто я кичусь. Не, не надо. О-о. It's fine. Мы тут кичимся все. Ну... Кичимся хорошими вещами. Я думаю, такие должны вещи проговариваться и в программах, и в этом. Что добиться того, чтобы у тебя есть возможность не только себя обеспечить, но и помогать своим родителям, помогать окружающим, заниматься там, не знаю, если у тебя очень много денег, заниматься благотворительностью, там, меценатцам, да, и помогать, давать возможность многим людям, которые, ну, не имеют права. Я вот, меня год не было в Казахстане, я приехал. Почему Каспий стал синонимом деньги? Ну, в плане, скинь не на карту, там, не скинь туда, просто скинь на Каспий. Это был и год? У меня просто нету Каспий, у меня никогда не было в Каспий. Ты не сможешь здесь выжить. Я тяжело. Мне очень тяжело выжить здесь. Я что-то хочу сделать, все просят отправить на Каспий. Легче. Ну, это прекрасно. А ты сначала думал, что они говорят о море, Каспий, Каспий, что это? Нет, я считаю, что Каспий, это вообще, это прорыв Казахстана. Ну, да, да, если у водителей, у всех, у бабушки, у всех, у всех, у всех есть Каспий. На зеленом базаре все вообще. А у меня нету вот почему-то. Они стоят 10 миллиардов, они выше на IPO. Ты что, ты прикинь, это, ну, это лучшая, что достиг Казахстана. Ну, в Москве Сбер, типа, скинь на Сбер постоянно. Скинь на Сбер, но можно скинуть из другого банка. У меня нет Сбера московского. Ну, ты вообще в целом странный человек, как я понял. Здесь тоже можно скинуть на другого. Нет, у меня насчет этого всего такие какие-то эти загоны. Ну, если он слишком популярный, вдруг сейчас что-то произойдет. Такое, как было с одним банком в Казахстане. И все мои деньги. Останабанк. А что, они разу деньги не вернули всем? Ну, с какой скоростью? Очень низкой, наверное. Нет, Каспий уже все. Каспий, если банк остальные как-то там прикрыли, Каспий уже, я думаю, не прикроет. Он уже слишком, слишком он уже ушел туда. Его уже нашим не поймать. Ну, вот именно, вот только сейчас заметил то, что нету слова деньги и слова Каспий. Нет слова карта и слова Каспий. И Каспий тоже часть благотворительной стала. А как сейчас это важно? Как сейчас это важно? В данный период, в данную ситуацию, пандемии, когда вот на всех этих купюрах-то что-то же тоже передается. Насколько это круто? Когда все, ты берешь картошку на базаре, все, ушел. Кьюар-код вот за тут. Ну да, а хоп, интернета нет или что-то. И ты такой, нет налога. Ну да, ты филип, когда болелся Каспий, что-то там на... Да, 10-15 минут что-то было, да. Да, и все, и весь мир просто встал. На полдня где-то, да, встал. Ступор. Ну, вы считаете, это правильно, что у нас вот так вот заполонил один банк просто всю денежную систему? Какая-то типа монополия. Это рынок, это рынок. На самом деле, просто он удобен. Я тебе скажу так, даже в Штатах нет такой экосистемы, которую создал Каспий. То есть ты все оплачиваешь, сейчас какие-то дополнительные программы, но нет так, чтобы это одна система была взаимосвязана. Даже сейчас тачку можно продать, ну, не находясь в цоне, да. Я точно не знаю механику, но я думаю, что скоро и дома можно продавать. Вообще даже ты можешь и не видеть с покупателем. При этом у Каспий нету Apple Pay. Из-за не странно? Ну, у них есть Каспий и QR, который, в принципе, начал неплохо работать. Они свое развивают, и это очень круто. Да, потому что у Apple Pay бешеные для нас доллар, бешеные налоги. И для нас это ощутимо. Понял. А QR, хоп, и там баллы какие-то начислились. Из-за которой ты можешь расплатиться коммуналку, ты можешь что-то даже купить, по-моему, что-то отправить на благотворительность. Купить что-то? Нет, нет, баллы на благотворительность. Купить все там же. Нету такого? Нет, просто у меня нету Каспий, я не знаю, как это работает. Да. Нет, Каспий это тема, честно. Спонсор показа. Да, да, да. Халвикбанк. Ну да, мы, конечно, за эту беседу, как селью, просто вот так прошлись. Да, аспектр большой был. У вас есть что, вы хотели бы что-то обсудить? Мне интересно, я вот сейчас, пока вот у нас гость, МД, я вряд ли, не знаю, когда мы еще раз стукнемся. Молодое поколение, 21-22 года. Отношение к алкоголю, к наркотикам, какое у тебя вообще? Смотрите, к наркотикам я вообще ничего никогда не пробовал даже. К каким-то табачным, сигаретным изделиям я не курю даже кальян. Ну то есть, у меня все это нет. Но выпить там бокальчик вина... Он же отличник, видно же по нему. Ты же отличник? Да, я отличник. Отличник, который стал музыкантом. Нет, я не бухаю. Тяжело ли совмещать, допустим, твою музыкальную индустрию, да, там. Ты говоришь, мы там тусим в Москве, да, и при этом, типа, йоу, ребят, ну я сегодня на бокальчике вина, да. Там нету никакого давления. Там вообще нету давления. Ну, я говорю за себя. На самом деле, скорее всего, молодежь пьет и употребляет и курит, скорее всего. Но у меня так сложилось, что мне не кайф. Не кайф. А ты играешь в шахматы? Нет, но я хочу научиться. Кто-нибудь играет в шахматы? Я хотел научиться после этого сериала, который мы играли в шахматы. Да, я хожу на шахматы. Куда ты ходишь? Я тоже хочу на шахматы пойти. В Академию шахмат. Жан-Саеб. А, Жан-Саеб. Круто. Круто. Это потрясающе. Это невероятный опыт. Я просто... Кто бы мог подумать, что вот в этом-в этом столько мужского есть, когда ты вот так сидишь, вот так напротив, вот так два спокойных человека, а внутри война просто. Предлагаю научиться шахматам в следующем выпуске, если мы вдруг собираемся поиграть. Ты будешь соведущим в следующем выпуске. Да, да, да. Да, да, да. Кто-то... Поиграть в шахматы? Теперь на себя же микрофон еще. Во время подкаста? Просто во время подкаста болтать и играть в шахматы. Нет, интересно. Это нереально играть и думать. Когда ты играешь в шахматы, это не шашки. Ну, я не знаю, насчет шашек, но шахматы нереально. Ты даже в дурака я бы не смог разголировать. Слушайте, у вас бывало, вот когда-нибудь своему парикмахеру или барберу говорили, что вам прическа не понравилась, когда вас постригли уже? Да, я всегда говорю, да. В последний раз, когда постригли, я словил то, что вот мне не особо понравилось, но я ничего не сказал. Мне такое классно, бро. Мне такое тоже было, да. Пошел домой, помол голову, попытался уложить по-другому. Такое классно, да. Классно постриг. А что делать, если тебе прическа не нравится? Спросить деньги обратно? Нет, это твой выбор, прийти к этому мастеру, и было куча вариантов, куча мастер, в котором ты мог попасть, но ты не попал. Нет, ты должен понимать. Как я вообще понял, что я получу деньги, и в любую секунду, когда мне что-то не нравится, я говорю, чувак, бери больше. А ты, как бывает вначале, ты говоришь, короче, я хочу вот так, вот так, вот так. И он начинает. И ты видишь, что он пошел не по той стезе, да? И ты такой, и ты молчишь, что ты думаешь, может быть, он исправится. А он не исправится, он уже все, он уже эту часть прошел, ее дальше. Это хорошо, что ты увидела. Бывает, он вот просто как-то там сзади что-то делает, 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 там отрезает. Сейчас будет круто. Сейчас буду Джонни Деппом. Я как-то два года пытался найти именно Барбера себе, да, в Алмате. Переходил на все Барберы, и понял, что я вернулся к своей тете Гульбану, которая срежет в салоне, и вернулся к ней, которая уже срежет мне там 10-й год. И лучше у нее еще меня никто не стриг. Ну, для меня. Все вот эти модные Барберы, как-то вот они стригут все, ну, как-то не знаю, что ли мне не стригут. Одинаково? Одинаково, непонятно. Вот супер дорого, неоправданно дорого. И, ну, как качество стрижки, все равно у тети Гульбану в салоне красоты там на Гагарин, на Кромагазу было лучше. С Барберами проблема, что я никогда не могу объяснить, что мне надо по прическе. Ну, я не знаю. Ну, так, типа, здесь так, так. Фотки не показываешь? Фотки показываю вообще других чуваков, каких-то европейцев со скулами. Да, да, да. Белокурые волосы такие назад. Вот мне так же сделай. Он говорит, ты давай, объясни мне. Не знаю, актерам в этом смысле проще. Меня просто всегда стрибут на площадке. и все получилось. Да? Да. Абояшка. Как ни стриги. Никто не испортит. Да, кстати, даже с такой прической. Вот, а нам надо чуть-чуть, ну, нам надо как бы... Ой, мне еще лет десять, и я вообще могу не париться. Шашки твата, а с файма так, знаешь, полуостров нарисовываешься. А сейчас же есть всякие операции. В Сомболе делают лучше. Почему стримак? Мужское эго задевается. Ну, зачем? Типа, были и были. Да, ну, кончились, ну, кончились. Выходи лысый, в кепки, в шапки. А насколько мужской поступок между бровями вот эту вот выщипывать? Ну, монобровь. Я делаю, честно, я делаю. Я тоже делаю, да. Но я думаю иногда... Блин, я не... Не, а почему? Бро, у тебя три сережки, как ты можешь думать? Это было две сережки. Кто определяет? Это пошло-поехало, с Шалой, это потом сережка. Кто определяет? Кто определяет? Кто определяет? У тебя три сережки говорят? А кто определяет, что мужское, что не мужское? Ну, твой внутренний мужик. Братан старший какой-нибудь. Нет, это же стереотип. Ну, да. Ну, сережку я бы не решился бы, да? Есть один казахский певец, не помню, как его зовут. Вот, может, знаете, такой взрослый. Был дуэт. Один на гитаре, на добре играет, и один поет рядом. И у него вот прям вот монобровь всю жизнь. А, это Дос Мур... Нет, Нурлан Мемурат. Возможно. Я вот подумал, ну, пробовал он? Вспомни Азамата Мусагалиева с КВНа, когда он выступал в Камазяке. Я тоже смотрел первый сезон, я думаю, чувак, ну, почему бы нет, да? Типа, ну, ты вообще, ты прекрасен, вот это просто убери. И знаешь, он переехал в Москву. Все, он сейчас ходит. Похорошил-то. Да, да. То есть, в какой-то момент это мужское, да, вот это мужское, да, оно... Все. Я думаю, что это такое? И сидишь такое на маникюре. Кутикулы убирают. Да, да, да. Да. Я хожу на маникюр иногда. Чего? Да я хожу еще на педикюр. Перед боксом ты ходишь на маникюр? Или когда? Я еще хожу на педикюр. Я реально... Да ты метросексуал. На педикюр, потому что у меня проблема с ногтем, и в какой-то момент я понял, что я себе не могу убрать ноготь, и уже несколько лет хожу. К тетю гульбану, ты даже. К тетю гульбану, и чувак... Уходит куча времени, братан. Суперсверху у меня всего его. И в день выходит куча времени, то есть я постригусь, и все, ну... Ладно, на маникюр очень редко, на педикюр обязательно. Весь день такой свободный, как хорошо. Маникюр, типа, вот сейчас надо... Огурчики такие, да? Обросли. Ну, типа, на ноги стригу. Ну, я не знаю, у меня не получается, короче, их постричь саму аккуратно. Как-то... Почему-то Аскар отмалчивается, что с бровями, что с маникюром. С бровями в обычной жизни ничего не делаю. Перед съемками всегда... Вот сейчас мне съемки, мне здесь сделали это. Маникюр нет, но к этому спокойно отношусь, когда посчитаю нужным, пойду на маникюр, на педикюр. Хожу к косметологу, делаю всякие масочки, там, штучки-дрючки. А какого крема мы пользуемся? Нивеа Формен. А у тебя какой тип кожи? Комбинированная, жирная? Комбинированная. Комбинированно-жирная. У меня. Здорово. Да, здорово. А что ты еще делаешь? Я тоже хожу к косметологу. Ну, у меня просто с детства проблемная кожа, типа, прыщей. Да. Да подожди, тебе 21 сегодня. Ну, вот мне так говорили в 12. Да, да, кстати, это не так. Это не так. У меня вот тоже выходит... Мой первый косметолог, это вот, типа, лицо с мылом помой пройдет. У меня это вообще... Не прошло. Спасло не раз. Смуглость вот эта, знаешь, она прям спасает. Да, да, да. Да, кстати. И борода. И борода. Смуглость и борода, это вообще... Стоп. У тебя что из-за этого есть? У меня есть смуглость, как вы можете занять, и борода. Да. На это веселая найт, и мы идем на маникюр. Я пригласил вас всех в бар, но уже 11 часов. За кто это? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.